4.30, да-да, М1, и мы продолжаем свой айтишный ликбез вместе с Саней, Лавикой и... Айти, яка красуня! Это Лавика! И прямо сейчас будем спілкуваться про бесплатные библиотеки, а также беспилотный мотоцикл от Google и... А дальше фейлы и вины красотки Джессики Симпсон. Но начнем мы все же новостями для книголюбов. Олена Зубкова, керівник проекту «Вільна библиотека». Это места просто неба, где можно как бы скоштовно взять чужую книгу, так и оставить свою. Места, клондайки ваших боксов и книг, где можно просто так сесть и почитать какую-нибудь книгу. Первые боксы проекта «Вільна библиотека» были установлены в парке Шевченко. То есть вот прям, скажем, книга чте ей некуда, да? То есть очень тематично, очень все уютно, очень все замечательно. Есть ухоженная территория, лавочки, где можно присесть сразу вот возле... Прям взять из бокса книжку, присесть на лавочку и почитать, если позволяет время и погода. Вот. И также еще один бокс уже есть в сквере у «Золотых ворот». Следующие боксы вот буквально в течение ближайших трех недель, месяца появятся на левом берегу. Также в центре Киева, то есть это будет полицейский садик и сквер недалеко от театра имени Ивана Франка. А по каким правилам вы выбираете вот книги, которые там находятся? Ну, во-первых, конечно, мы отслеживаем ассортимент, который попадает в боксы. И, то есть если это литература, скажем, какого-то откровенно такого пропагандистского содержания, да, или там, которое не соответствует этическим нормам морально, там, общепринятым... Ну, например, Данцова. Вот. А такой вопрос дело в том, что как раз вот в боксе, который Фарки Шевченко у детской площадки, то есть почему нет? Ну, на самом деле, почему нет? Там, скажем, я думаю, что даже такой автор, как Данцова, найдет свою аудиторию именно там. Скажи, пожалуйста, ты сама пользуешься подобной, своим же детищем? Конечно. А что ты последний раз брала читать? Ну, вот непосредственно как раз Любка Дерши, который был у меня в руках недавно, вот, 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 пока еще не дочитала, честно скажу, поэтому не могу поделиться впечатлениями. А оставила ты что? Ой, оставила в основном детскую литературу. Вот, то есть, ну, как бы детские книги, которые были, там, взяты из моего детства и, в принципе, от моих друзей и знакомых, которые захотели поделиться ими. Ты вот тут хвастаешься книжечками проекта «Киев Фэшн Парк». Скажи, пожалуйста, а чем еще помимо свободной библиотеки этот проект занимается? Ой, ну, «Киев Фэшн Парк» — это меценатский художественно-социальный проект, цель которого разнообразить места отдыха, да, там, гостей столицы и киевлян. То есть основная миссия — это облагородить эти места, то есть там парки, скверы, аллеи, бульвары, то есть неважно где, везде, где может появиться какой-то интересный арт-объект или малая архитектурная форма или какая-то инсталляция. Проект «Киев Фэшн Парк», он начался в 2011 году с благоустройства пейзажной аллеи. Сейчас эта аллея очень известна, да, и очень замечательное такое место для отдыха, там, и гостей, я знаю, что она включена и в туристические маршруты, и тут просто киевлян, то есть одно из любимых мест, вот знаете, как по аналогии, не побоюсь этого слова, там, сделать сравнение, как Андреевский искусств, допустим, когда-то. Спасибо большое за то, что ваш проект привлекает все же внимание к буквам напечатанным, настоящим, потому что живая книга существует, и мы будем надеяться и верить, что люди будут не стесняться пользоваться подобными библиотеками, а также еще и оставлять подарочки для других желающих почитать. А я еще хочу сплагиатить фразу нашего гостя и еще раз подкрасить «Все можливо!» И далее, как раз мы будем спостерегать за новыми возможностями, это мотоцикл без водия. Джессика Симпсон, ее первый фейл, да, это тоже возможно было, но уже все хорошо. И у каждого есть возможность забрать лайк и целый набор подарунктов. Всего один легкий вопрос, в конце программы целых два победителя и множество подарков, поэтому, пожалуйста, будьте с нами, а будьте умничками. До встречи ровно через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова